Норму осадков жители села Матвеевки теперь могут посчитать сами, потому что снег, выпавшись за последние сутки, совершенно другого цвета. Такого снегопада, такого снегопада, давно не помнят здешние места, а снег не знал и падал. Сегодня утром увидели, ну и вчера замечалось, что снег не такого цвета, с желтыми оттенками. Кажется, что снег пролежал не одну неделю, потому и пыльный. Но стоит копнуть поглубже, под слоем чумазого снега белый слой. И местные жители гадают, каким ветром принесло сюда такие осадки. Ну, я видела только тогда, когда я вчера утром пошла в школу, заметила то, что снег стал, ну, не таким белым, с потемнениями. Сначала думала то, что это у меня глюки, но оказывается то, что это на самом деле снег черный. У нас и бабушки обратили внимание, и жители сказали, что снег серый, надо куда-то звонить, узнавать, но куда обращаться, не знают. Выбросы идут какие-то. Ну, потом я подумала, ветер-то не с юга обычно, если бы оттуда шло, с города, значит, откуда-то идет вот с северо-восток, с этой стороны, я так поняла. По соседним селу, вы не спрашиваете? Нет, я не выезжаю в город, но у меня плохое самочувствие второй день, головные боли, давление. Да, это от этих, от отходов от семечковых, мне кажется, от них. Особенно вот как ветер сюда дует, и вот они горят, и вот это, это дышим, вот это. Может, конечно, и горящая шелуха от семечек тому виной. Но мы побывали на подсолнечной свалке, там действительно имеется возгорание, и при этом снег имеет примесь золы. А ближе к Матвеевке никакой золы в осадках нет, то есть снег окрашен чем-то другим. В духовке и в Матвеевке вот зафиксировали, что какой-то желтый снег выпал. Ситуация такая, что вот где-то с Казахстана при сильном ветре, вот при месельных явлениях, иногда вот такие явления бываются. То есть бывает это, такие явления при сильных ветрах и вот такой вот погоде. С одной стороны внизу, грубо говоря, минус определенный, а сверху вот эти воздушные массы. То есть вот это бывает, когда ветра идут вот с казахстанских степей там и так далее. У нас же, в принципе, вот до недавнего времени вообще не было, вот особенно тут вот в Саратовской стране, то есть чуть-чуть от нас подальше снега. И вот эти сильные ветра, они пыль вот эту песчинки поднимают и несут на большие расстояния. По одной из версий, снег стал коричневым из-за пыльного облака, идущего с Казахстана. По другой, такие осадки идут со стороны Самары. Мы надеемся, что экологи и ответственные органы возьмут пробы на анализ и выяснят реальную причину изменения цвета снежного покрова.